По поводу изменения условий въезда для украинцев в Германию Я сейчас вижу совершенно другой Берлин Почему такая цена в Берлине на воздушный шар 25 евро? Если у вас деньги на карточки и вы хотите снять их в Берлине Именно тот банкомат, в котором стоит это делать Барахолки работают в Европе по субботам и по воскресеньям У Маши Руси и Умур молодой Я есть хочу Идем за мужскими и женскими тортиками Всем привет, я Наталья Дуброва А я Татьяна Комарова Знаете, когда я ехала в Берлин, у меня была большая мечта Воздушный шар, покататься на воздушном шаре И без чего вообще Берлин не Берлин И вот сбылась ли у Наташи на мечта, давайте смотреть это видео Поехали В Берлин я ездила с нашим театром, театром драмы и комедии киевским На гастроли, на фестиваль, который назывался Радар Уск И многие спрашивают, почему же в Берлине не было меня Я работаю тоже в театре, но к сожалению в Берлин поехал только один спектакль А в театре идет больше 30 спектаклей Ну то есть не весь театр, ребята, выехал на гастроли Выехал всего один спектакль Поэтому не переживайте Таня никуда не исчезла Она здесь на канале, она в театре И с вами, дорогие друзья Наконец мы попали в кафе, в которое я хотела Но это не кафе, это ресторан Смотрите, какое количество людей Замечательный ресторанчик, в который мы попали не с первого раза Находился недалеко от нашей улицы Мы жили на улице Альбрехтштрассе Ну и вот ресторанчик находился там Ориентир, Фридрихтштрассе Это вокзал, недалеко Прикольно! Прикольно! Ой, так красиво, смотрите, что нам принесли Это гулька Это у нас кари вурс Слонячья порция просто Слонячья, реально Ну вот то, что доказывает Одну порцию на двоих Ты видишь? Да, давай ты съедай половинку Я съедаю половинку У Ани какой-то с курицей Типа он говорил раку Ой, девочки Как говорили в одном мультике О боже, Руси и у мур-мур-мур-дой Я есть хочу Вкусно, да? Вкусненько тебе? Нежнейшая Нежнейшая Смачная Такая пропеченная Такая Столько-столько Нужна соль Специи Идеальная По-моему, идеальная Или мы очень голодные Или вообще просто Все прекрасно Вот карри-вурст Это сосиска немецкая В карри Стоит 9,90 10 евро На самом деле Вот карри-вурст Они-то коробки Карри-вурст Настоящий вот карри-вурст То есть В соусе карри Очень вкусная сосиска С обалденным соусом карри Просто реально Очень вкусная Я попросила без картоферного салата Они ко всему Крут картошку Ко всему Ну, квашеная капусточка А, кстати, очень грамотно Потому что сосиска Достаточно жирная Квашеная капуста Она не нужна газа Скажите? Она значит Да В общем, ребята Вот это вот заведение Если вы хотите съесть В карри-вурст В хорошей комфортной обстановке Не на улице И настоящий Настоящий карри-вурст Это здесь Наша обалденная рулька Очень нежное мясо Очень вкусная горчица Картошечка Которая, кстати, вообще не портит Не понимаю, что я так протестовала Про юг картошки Ну ладно Ну кайф Вообще кайф Праздник в жиротам Доброе утро Еще один день в Берлине Иду завтракать А потом дальше А потом дальше большие наполеоновские планы Тебе хочется спать Ну Спать дома Вот это вот завтрак Я представляю, что вы сейчас меня напишите Я иногда так завтракаю В поездках Плотненько Вот этот вот банкомат Он берет стандартную комиссию Которая 2 евро Друзья, если у вас деньги на карточки И вы хотите снять их в Берлине Вот вы сейчас видите Именно тот банкомат В котором стоит это делать Потому что Среди нашего творческого Скажем так Коллектива Были люди Которые попали На приличную комиссию банкомата То есть Грубо говоря Из 100 евро 20 евро У них ушло на комиссию Вот действительно Попали на деньги Ну то есть Пятую часть забирает банкомат И вот именно Вот эти вот Красненькие банкоматы Именно в них Нужно снимать деньги Там стандартная комиссия Всех банкоматов То есть 2% И здесь Что немаловажно Здесь смотрите Здесь есть русский язык Наташа, помоги мне Давай Вот сюда Да Да Вот сейчас мы тебе Выберем русский Подснимем И отойдем Чтобы не светить Твой пин-код Вот русский Выдача наличных Ну и дальше Пин-коды Все дела Впереди по курсу Рейс так А телевышка там тоже рядом Оно все рядом Оно все рядом Весь исторический центр Анденбургские ворота Аэрофлот Берлин-Стое Известный достаточно В Берлине Сувенирный магазин Обычно там туристов Конечно побольше Сейчас в связи с пандемией Туристов едет Намного меньше Но кроме того Сейчас еще дополнительные Ограничения ввела Германия Более жесткие Чем те которые были Когда мы ехали на гастроли Мы ехали в начале октября Сейчас немножечко Условия поменялись Ну и поэтому Естественно Везде и на улицах И в магазинах Людей меньше Какая прелесть А это Ну понятно Рождество уже скоро Ну как скоро Октябрь месяц Рождество уже скоро Футболочку и две ручки А ты что купила? А я купила один Паровоз Отлично Правильно Паровоз Зонтик Ух ты Очень меня деселит Да Что еще? Магнитики Собственно И собственно Елочку Для Феди Прекрасная 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 Отлично Пельмен называется Этот человечек На светофорах На светофорах Это тоже один из символов Берлина Вот видите Прямо в магазине Светофор Пампельмен Прикольный магазин Скажи Да Да Класс Веселенький Друзья А подробно Об этом человечке Вот именем которого Назван магазин У нас уже есть видео Мы с Таней Два года назад Были в Берлине Ссылочку На плейлист Берлин Где вы можете Увидеть подробно И про берлинскую стену И про Бранденбургские ворота И про Рейстаг Там много Интересного Как нам кажется Видео Ссылочку Оставим под видео Когда вы планируете путешествие Конечно Очень большое значение Имеет погода Потому что В прошлый наш приезд Это было холодно Но это были Рождественские ярмарки Там был Там был Свой флёр Там была Другая немножечко Атмосфера Но гулять Не комфортно И конечно Нужно учитывать Если вы едете Допустим В европейские столицы Что Погодные условия Действительно Могут вам Или подпортить путешествие Или наоборот Украсят Я сейчас вижу Совершенно другой Берлин Вот другими глазами Потому что Другая погода Потому что солнце Потому что Праздничное всё Кажется Ну залитый солнцем Город И Город в плохой При плохой погоде Так Наташа Соберись При плохой погоде Это два разных города К сожалению Да Вот поэтому Бывает Погода Нам Немножечко Портит путешествие По поводу изменения Условий въезда Для украинцев В Германию Когда мы ехали Достаточно было Или сертификата О полной вакцинации Или ПЦР-теста Или теста на антиген Или справки О том Что вы переболели Что сейчас Сейчас 10 октября Въезд туристической целью Ну как мне кажется Невозможен Потому что Нужно обосновать Цель приезда Для несущественных поездок Ограничен въезд В Германию Украинцев Кроме того Если страна Считается страной Повышенного риска Там где Распространяется В общем-то С колоссальной скоростью Коронавирус Где много заражений Где высокая смертность Вам нужно будет пройти Даже если у вас Обоснована Ваша цель поездки Пройти карантин То есть Пока будем ждать Что будет изменяться Дальше Вот как будет развиваться Ситуация Ну то есть Очень повезло Что все-таки Ты успела Да я успела Смотаться Ну у нас была Цель поездки Мы ехали на фестиваль Но сейчас Это было бы невозможно Потому что И на фестиваль На гастроли Мы вынуждены были бы Проходить карантин Где я допустим Беру эту информацию Есть карта Министерства здравоохранения Где вы можете Открыть любую страну И посмотреть Что она требует Для въезда Скажем так Украинцев Смешно Попыталась по-английски Спросить у человека Где Checkpoint Charlie Потому что чувствую Что рядом Навигатор завис В ответ слышу Ну в натуре Я здесь не очень часто Я по-русски А я здесь не очень понимаю Ну в общем короче Ну такой человек Смешной В итоге оказалось Что ты Знаешь больше чему Ну да Он понятия не имеет Что здесь Воздушный шарм Ну да Ну у него слэнк Такой соответствующий Я его даже снимать не стала По-моему это Он находится Вот так Какой вкусный шоколад Эти макеты сделаны из дерева А вообще заказать их можно Из шоколада Боже как такую красоту есть Этот магазинчик называется Рауш Я поначалу думала Что именно в нем Продаются эти тортики А нет Нужно зайти Рядышком в кафе Вот у нас тортики Вот это будет наверное Тот который Именуется для мужчин Вот он Все таки Ааа Керан Да А как спросить надо Как они его поклонят Can we take away To go Yes А она у них только одну Ты тоже хочешь? Нет Если это последний Нет 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 Есть еще Эспрессо стоит у нас 2,60 Здесь Мужской тортик стоит 5,50 Вот он не выезжает Я еще беру априкосовый С собой тоже Для сирены Ага Спасибо Такое туристическое Такое Оно не дешевое будет Это что Когда они развалили ее Да Не знаю Думаю Да Когда проломили Ростропович Обалдеть Ребята Попытка номер 2 Спустя 2 года Мы с Таней Уже в прошлый свой приезд Пытались Полетать на воздушном шале Здесь есть такое развлечение Стоит это 25 евро Гелиевый воздушный шар Это находится в центре города Рядом с Чекпоинт Чарли Чекпоинт Чарли Это пропускной пункт Между бывшим ИГДР и ФРГ Это недалеко от телевышки Главное чтобы он работал В прошлый приезд мы не успели У нас не вышло Надеемся что Спустя 2 года В этот раз У нас выйдет Что делать У нас такая мечта Мы хотим или шампанского Или что-нибудь Если у нас это все не выйдет Мы будем кататься на кораблике А выставка Да Ну Чекпоин на самом деле Гонг КПП Между восточной и западной Германии Когда-то было Когда-то был КПП Контрольно-пропускной пункт Вот это вот легендарный Чекпоинт Чарли Странно Почему не стоят полицейские Ну типа Типа полицейские Раньше здесь стояли Ну считай Аниматоры в принципе Просто ряженные Из этого уже сделали Смотри Там магазин Там Там Музей стены Чекпоинт Чарли Там музей Видишь жизнь Ингдер И там Чекпоинт Чарли Блэкбокс Черная коробка Это войска ГДР себе по форме Видишь Ааааа Это ГДР А с той стороны Западная Да Наверное да Да Это форма Это ФРГ Букшина А с другой стороны ГДР Смотрите что написано Вы уезжаете в американский сектор Носить оружие запрещено В неслужебное время Повинуйтесь дорожным правилам Не везу-ка конечно мне с воздушным шаром В прошлый приезд не получилось Не нашли Просто он работал Не получилось Не успели А в этот приезд он не работает Уже и дошли почти Рядом с Чекпоинт Чарли Почему такая цена в Берлине На воздушный шар 25 евро Потому что он гелиевый И он на тросе Он не на газовой горелке Настоящий конечно воздушный шар Это газовая горелка Вот открытый огонь Это конечно более кайфово Но это я себя так утешаю Что второй раз не попадаю Закрыто В квартал все дома цветные Подожди, так не шли по ним? Шли, шли Я просто не видела Не обращала внимания Зелененький Дальше у нас Будет бордовенький Потом голубенький Потом опять зелененький Потом опять бордовенький Ой, какая прелесть Коллега Залюк Красивая перспектива такая Сейчас девочки Вау Пробегаем Блоши на рынок Блоши на рынке В Европе Это отдельная история Здесь очень много Прикольных вещей Можно найти Это все очень быстро К сожалению Надо поподробнее Книги Барахолки работают в Европе По субботам По воскресеньям Конечно нужно ходить все Разглядывать Вы знаете Вот первый раз Я попала на барахолку Именно в Европе Потому что до этого Мы с Таней были на барахолках Киеве Нам писали Типа сходите в Европе На барахолки Но к сожалению Я ее пробежала Достаточно быстро Хотелось бы подробнее Поизучать Посмотреть Что там продают Ну в общем Ну хоть как-то Да попало И хоть как-то Галочку поставила А столько людей Ну воскресенье Да И погода 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 шикарная Просто повезло Друзья Если вы будете в Берлине Обязательно побывайте На музейном острове Там масса интересного Там находится Знаменитый музей Пергамон В который не так просто попасть Сейчас в музее Берлина Ну в Германии Во всяком случае Нужно бронировать Заранее время То есть Возможно даже не выкупать билеты Но время нужно забронировать Обязательно В связи с пандемией Вот такие вот ограничения Музей Пергамон Новый музей Где мы с Таней были Там египетская экспозиция Там оригинал Нефертити стоит Много интересных музеев Кафедральный собор В который тоже можно попасть Можно подняться наверх Можно послушать концерт органной музыки Кафедральный собор Выглядит с ног сшибательно Я считаю Приятная очень лужаечка Если хорошая погода Ну милое дело Поваляться на травке Порелаксировать немножечко Отдохнуть с друзьями Устроить даже может быть Какой-нибудь маленький пикничок Ну и вообще необыкновенная атмосфера Мне кажется Этого острова Чипное заведение Какое-нибудь Как выглядит Берлинский оперный театр Ну вот это же девочки Помните это что что она нам показывала Только мы обходили с той стороны канала Это же помните что она говорила Да Что Вот это же это То что он построил в стиле Людовика Помнишь? А ну да То что они говорили История Германии в розовом свете Возникло желание Надо туда сбегать за билетами За билетами туда сбегать А на корабле нельзя? Ты думаешь? Ну Вот у нас время Отправление А у них весело Это не он? Это не наш? Пункт посадки Прибежали Успели Пункт посадки не наш Нужно спрашивать Где садиться с вашим билетелем Другая компания Я так понимаю Симпатичная идея Три человека На свободные стулья Садитесь здесь При входе нас просили Или мы вакцинированы Не просили предъявить сертификат Мы зашли Нам сказали Чтобы мы перемещались По кораблю в масках А вот сесть мы можем На свободные Вот эти вот три места вместе С нами едет Прекрасная собака Видите какая милая Не будет ли нам холодно? Маску я наверное сейчас сниму Потому что я не понимаю Этого идиотизма А эту поездку на Караблике И самое главное Чем заняться женщинам в Берлине Мы вам покажем в следующем видео Так что не пропустите Обязательно женщины Я вас уверяю Вам это будет мега интересно Правда Вы давно нас об этом просили Мы не расскажем конечно Что мы вам покажем Но видео посмотрите следующее Точно будет интересно Обещаю Ну не забудьте подписаться Поставить лайк Ну кто не подписан Да А кто подписан Не забудьте поставить пожалуйста лайк Пишите забывайте И до новых волнующих встреч И ярких вам путешествий Пока